Ребзя, здорово! Ну, вот он наш новый проект. BMX от компании AIST. Называется он VTF. Это отличное название для BMX от AIST. What the fuck? Что это такое? И мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Короче, я уже делал обзор, но делал обзор на диване. Точнее, на стуле, не имея велосипеда перед собой. И вы знаете, количество впечатлений, которые я уже получил, сидя рядом с этим велосипедом, оно неописуемо на словах. Постараюсь вам передать с помощью видеоряда. В общем, я снимал, и меня, конечно, удивил сам факт, что у белорусского бренда AIST есть BMX. И на секунду, на секунду тогда я подумал, что они его сами сделали. Я тогда, ну, немножко другого мнения был о промышленности Белоруссии. Но теперь я, конечно, понимаю, как все устроено. Естественно, выражаю слова поддержки всем адекватным людям в Белоруссии, ну, по сути, всем белорусам, которые сейчас борются с преступным режимом. Вам, ребята, большой удачи, респект за все, что вы делаете. Я многократно пытался представиться в ситуации, что вот так вот можно выйти на улицу и знать, что тебя 100% изобьют, и это очень страшно. Вам огромный респект, уважуха. В общем, прям, значит, я надеюсь, что все здравомыслящие люди на вашем примере будут учиться. Желаю вам, конечно, победы и разрешения этой ситуации наилучшим образом. Это жесть. Ладно, к велосипеду. Естественно, это не белорусский велосипед. Ну, белорусская компания изначально, исторически СССРовская. Но сейчас это детище завода GoldenVille, и я знаком с этим заводом не понаслышке. Мне они даже подтверждали эту информацию, что это GoldenVille. Но это не суть важно. Понятное дело, что потянуть собственное производство BMX-ов с коль-либо похожих на BMX-ы это нереальных денег стоит. Это очень дорого. Вот сейчас мы занимаемся производством RAM, и я вам могу сказать, что мы можем производить только люксовый продукт. Потому что, ну, нереально, нереально сделать производство на территории пока что нашей страны, не вложив в него, наверное, сотни миллионов рублей, чтобы можно было делать бюджетный продукт. Бюджетный продукт, он должен быть массовым и поточным. Только тогда он может быть бюджетным. Если что-то штучное, то гораздо проще сделать что-то люксовым, чем пытаться где-то как-то сэкономить и продавать это за копейки. В общем, я это сейчас все прохожу на своей школе, и я прекрасно понимаю, о чем говорю. Здесь у нас явно китайский велосипед, и сварные швы на нем похожи на швы. На швы ребенка, на швы человека, которому дали горелку вчера, а сегодня ему уже нужно сдавать план. А план 100 рам в день. Вот у нас недавно проходил обучение новый сварщик, это Семен Демьянов, человек и катается, и варит. Человек шаг, ну теперь он изнутри знает всю кухню. И поверьте мне, за месяц мы смогли научить его варить, ну, в 10 раз лучше, чем сваренный велосипед. А таких велосипедов, я уверен, что они заказывают не меньше, чем контейнер в год. То есть на заводе в Китае люди вообще не парятся. И это видно по всему. Очень необычное исполнение, финиш, финиш лук этого велосипеда, очень странный. Тут как бы, видимо, была идея сделать сварку под лаком, но сварка получилась такая плохая, что зачистили все. Тут как будто бы его болгаркой шлифовали. Такие следы. И зачем это было сделано, непонятно, но у меня есть одна идея, зачем это было сделано. Здесь среди металла зачищенного видно следы зачищенной ржавчины. Скорее всего, дело было так. Эти чуваки сделали огромное количество типовых рам. А это типовая рама. Таких рам полным-полным. Вы можете увидеть их на любых разнообразных китайских дешевых брендах. Они бывают такие, что лежат на складе. То есть они сделали там какое-то количество и сделали там больше, например. И у них есть еще свой бренд. Это Totem. Они для них тоже делают рамы, которые абсолютно точно так же выглядят. И, скорее всего, просто у них осталось в стоке куча рам. Рамы лежат. Естественно, непонятно, под какой цвет красить. И они лежат без краски. Мне даже предлагали как-то выкупить рамы бренда Haru. Представляете? На них даже клеймо Haru'овское было. На каретке было выбито Haru. На дропаутах было выбито Haru. И мне предлагали их купить. Ну, пипец, нахрена они мне были нужны. Но тут не в этом. Суть в том, что такое явление есть, и фотографии рам были без краски. То есть просто лежали голо сваренные рамы, готовые к покраске. Они обжигают их, если это под краску, или песочат, или что там, галтуют, я не знаю. Но здесь они решили ее шлифануть и покрасить лаком сверху. И мы видим следы ржавчины из-за этого всего. Ну, то есть это какой-то, знаете, совершенно залежавый продукт. Отнюдь не первого сорта. Да. И, кстати, этот велосипед стоит, кстати, компаседло как будто бы уже кривое, да, его перекосило. Этот велосипед стоит без скидок двадцатку. Я его купил за другие деньги, я его купил со скидками. Это не имеет значения, с какими скидками я его купил, потому что по факту в рознице он стоит 20 тысяч. 20 тысяч — это на 3 тысячи дороже, чем декатлон. И если полностью оторваться от реальности современного BMX-остроения и сравнить этот велосипед с декатлоном, то он действительно круче. Давайте для начала выясним, что здесь за ростовка, потому что вот так вот, глядя на этот велосипед, он кажется просто колоссально большим. Тут классически проходят четыре пальца моей не самой большой руки между задним колесом и подсидельной трубой. Давайте выясним, что это за ростовка, и потом уже более детально к нему присмотримся. Так, передний треугольник. От дырок гироротора до центра незаведенных перьев. 515 миллиметров. Сейчас я попозже это все перейду в дюймы, я до сих пор не могу это делать по памяти. 515. А жопа у нас 350. Что на BMX-е жопа? 350. Так, 515 делим на 25,4. 20,27. Это передний треугольник. Почему-то все время передний треугольник короткий, а жопа длинная. Что за прикол? На этом велосипеде manual невозможно ездить из-за этого. 350. Ну ладно, это было 348. Не буду сейчас совсем лезть в одно место. 13,7 перья. Ну, такая, знаете, геометрия под маленького райдера, да, там 160-155 см спереди. Но сзади 13,7. Да, 13,7 это, ну, у меня перья 340 на моей раме на TSB Cruel. На ULT, на ультимейтах 350. Тут 348, это BMX, ребята. Ну, зачем такая длинная задница? Для дёртов. Ну, такой передний треугольник длинный не нужен. Короче, велосипед должен быть пропорциональным, но этого чуть-то никто не понимает. Давайте замерим теперь руль. Вау! 740 мм. Это очень широкий руль. И тут, смотрите, такая большая остается клюшка. Ну, мы так на производстве все называем. Уж, ребята, извините, кому непривычно. Вот эта вот часть руля, клюшка я ее называю. И она очень длинная относительно горшка. И, соответственно, ну, рычаг для того, чтобы согнуть руль, он очень большой. И, естественно, мы сегодня попытаемся его согнуть. Но для начала проверим высоту. От центра руля до центра ручки. Так, высота руля у нас. Конечно, я не супер измеритель. 21, короче. 21 см. Это довольно-таки невысокий руль. Тут обсыпа нету, поэтому реально я пришлось так мерить. Че? 210 делить на 25,4. 8,26. Ну, слушайте, 8,26 это вроде бы нормальная высота. Когда-то была. Сейчас не совсем трендовая. Но при том, что велосипед типа детский. 20,27. Ростовка. Руль 8,2. Ну, в этом есть какая-то логика. Небольшая, но есть. И это все 100% лучше, чем геометрия Декатлона. Это факт. Это 100% так. Тут и руль человеческий стоит. Ну, и, в принципе, это все гораздо больше похоже на современный велосипед, несмотря на странную геометрию, чем у Декатлона. Хотя геометрия рамы, признаемся, практически не отличается. Там тоже был период короткий, но абсурдно короткий. Он будет 19 с копейками. Тут хотя бы, ну, как должно быть. У меня очень смешные чувства с этим велосипедом связаны, потому что он реально лучше, чем Декатлон. Не сильно при этом его дороже. Но в адекватном мире это трэш. Смотрите, относительно Декатлона. Здесь нормальные фрезерованные втулки. Они на шарах, да, базару нет. Но здесь сзади, во-первых, 14-я ось, они 10-я. Как на всех этих алиэкспрессовских ущербных велосипедах. Или как на Декатлоне. И здесь драйвер нормальный, обычный. А не хрен знает что, вставленная во втулку со сборными стальными фланцами. То есть она как минимум легче, притом серьезно легче. И это хороший прочный корпус, фрезерованный, повторюсь, с большими фланцами. Это круто. Это, ну, блин, в каком мире это круто? Это так странно. Я уже столько времени просто изучаю дерьмо. Вот так палкой ковыряюсь. Потому что, знаете, вот есть, там, я не знаю, наверное, врачи только, может быть, поймут. Там есть плохое говно, да, там, со скрытой кровью, с глистами, там, еще с чем-то. Есть хорошее дерьмо, дерьмо здорового человека. Вот это вот дерьмо здорового человека. У меня слюни летят вообще просто в поток. Так вот, втулка дерьмо здорового человека. 14-й ось, фрезерованный корпус, драйвер, стальные гайки, 17-й, а не 19-й. Или не еще какие-нибудь неформатные, нормальные форматные гайки. Резина это Kenda Cranium. И на ней даже написано Kenda. То есть это не подделка. Это нормальная резина с лайтволами. Но не такая широкая, кстати, как будет на TSB Blink'е на нашем комплите. Тут 2,25, у нас 2,3, но наша резина по ширине значительно больше. Не знал, как так получается, но наша резина в миллиметрах как 2,5. А это, ну, 2,25, она так и выглядит стандартно. Спереди у нас тоже, в принципе, дерьмо здорового человека. Фрезерованный корпус на шарах, на 15-х гайках стальных довольно сильно оси торчат. Ну, ничего страшного. Тут как бы нет криминала в этом никакого относительно декатлона. Опять же, они относительно нормального мира BMX'ов. Цепь самая простая. И давайте сразу же выясним, что здесь за обода. Одинарные или двойные, потому что они выглядят довольно печально. Ну и дюльдик, ребята, дюльдик просто шедевральный. Прям как на Алике, вообще ничем не отличается. Двойной болт, огромный тяжелый стальной хомут. И это ужасно. Выглядит это отвратительно. И по функционалу тоже так себе. Так, спускаем колесо. Другого способа у нас понять, что это нет. Не очень-то оно было и накачано с магазина. Но это не важно. Мне меньше сдувать. Так, давайте пазырим. Подходи поближе. Ху, блин. Двойной. Смотрите. Двойной обод. Какая красота. Какая красота. Слушайте, а это классно. Потому что у Декатлона, как вы поняли, обода динарные. И это стыд-позор. Так, комбо-сидушка у нас самая обычная, но ее перекосило. Она кривая. Либо отлили так, либо где-то она просто по дороге умерла. Что говорит нам о качестве. Спэнешка редко. Вот тут, вы знаете, велосипед полон контрастов. На одно место смотришь вот так вот, фейспамишь. На другое место смотришь и думаешь, блин, ну нифига себе, ребят, догадались. Реально, спэнешка редко. Потом, ну косынка тут есть, это хорошо. Плохо, что вот этот пропуск есть. Вообще, ну это плохая идея. Это дурная идея. Делать пропуск на косынке, но хорошо, что она есть. Рулевая интегрированная. Это клево. Реально. Ну то есть, современный облик велосипеда, не то что докатлоновский с прессованными чашками. Рулевая NECO на промах. Вынос просто что-то с чем-то. Такого гиганта нелепого. Нелепой формы гиганта я не видел очень давно. Очень странный вынос, очень убогий. При этом шляпки на болтах очень маленькие, а посадка под шестигранник неглубокая. Я, ну просто знаю, у меня были такие болты. И сорвать их вообще вот так. Просто вот так. То есть вы нас ушатаете максимально быстро. Вилка здесь, конические ноги, обычно выглядят. И тут такой неочевидный факт, он касается и рамы, и вилки. Если вы посмотрите на дропауты, вы увидите, что они не вырезаны лазером. Они штампованы. То есть это просто пресс, который делает, не знаю, миллиард операций в час. Он просто вот так вот из листа фигачит эти дропауты, потому что это дешевле, чем резать на лазере. Соответственно, это все делается из довольно мягкой стали. Это 4-х миллиметровая или 4,5-миллиметровая лист стали. 4,5-миллиметровой толщиной. Из него все это штампуется, все это кривое косое и выглядит отстойно и прочно, соответственно, такая же отстойная. Теперь смотрим. Шатуны. Шатуны нормальные. Ну просто обычные китайские штаны с торцевыми болтами на одну сторону. Ничего, короче, необычного. Звезда стальная, но хотя бы маленькая. То есть она, скорее всего, сдохнет довольно быстро, но ее без проблем можно поменять на нормальную звезду алюминиевую. И в этом, кстати, большой плюс этого велосипеда перед декатлоном, потому что на декатлоне у вас будут проблемы с заменой на нормальные запчасти. Потому что там втулка сзади 10-я, вы нормальную 14-ю запаритесь ставить, придется дропы точить. Соответственно, да, с гарантией по жизни слетит при этом, если вы дропы точнете. То есть, по сути, вас с магазина лишают возможности нормально кататься. Это полная жопа. Тут можно поставить алюминиевую звезду и никаких проблем не будет. Педали ущербные. Это просто педаль с детского велика. Вообще непонятно, как они оказались на BMX. Какой человек вслепу наугад выбирал их с каталога вот так вот. Вот эти, пожалуйста. Я не знаю. Ну по-другому такие педали нельзя выбрать. Они вообще не похожи на трюковые педали. Ну тормоз тут обычный, петля, не гироротор. И к какому можно подвести итог? Сравнивая с докатлоном, этот велосипед на 2500 дороже идет без пег, но при этом он намного круче. Хотя нет, там было две пеги. Было две пеги, я их просто не взял. Да, две пеги здесь в комплекте. Блин, сидение реально очень хлипкое. И он серьезно круче. Он больше, чем на 2500 круче, чем докатлон. Тут есть косынка. Тут есть интегрированная рулевая. Здесь 14-й дропаут из пеннишка редко, а не юса. То есть в принципе вы можете, ломая этот велосипед, апгрейдить его и превращать его в нормальный велосипед. Да, дюльдик говнище, втулки на бицере. Но все остальное это в принципе бумоиксерское. Сидение, да, оно примерно одинаковое с докатлоном. Резину тоже можно, ну, параллель какую-то провести. Но обода тут уже двойные. Здесь вынос, ну ладно, докатлоне вынос мне больше нравится. Это вообще какой-то ни о чем. Руль мы сейчас с вами проверим, какого качества. Но по геометрии он намного лучше, чем в докатлоне. Ну, втулки лучше, обода лучше, шатуны лучше. То есть это серьезно уже BMX. Плохой, никакой, но BMX. Декатлон — это издевательство. И вы знаете, можно было бы в принципе даже его кому-то рекомендовать, если бы не одно но. Это оно перед вами. Это BMX, который на тысячу дороже, чем AES VTF. Это Хорст Каморра, я уже делал про него видос, можете посмотреть. Там я его сравнивал с Алиэкспрессом. Но сейчас сравнение наиболее объективное, потому что они примерно в одни деньги. Особенно черные, по-моему, вообще одинаково стоят с этим велосипедом. И здесь наглядная иллюстрация того, что за эти деньги вы можете получить адекватного от BMX. Ну, во-первых, начнем с шатунов. Они здесь 48 шлицов. Для меня это для самого был шок. Тут перетянуто заднее колесо, ну ладно. Я был в шоке. Но это 48 шлицов на холодно-кованом валу. Соответственно, это намного круче, чем те штуны, которые тут стоят. Педали здесь так себе, звезда тоже говно. Но втулки на промах, притом обе. И обода также двойные. Резина стоит пошире, более трендовая. Но, в принципе, она сравнима по качеству с этой кендой. Ну, неважно. То есть, резина равная, обода равные. Но втулки серьезно, на голову круче. Вынос на голову круче. Сидение такое же жесткое и не особо удобное, но зато не кривое в стоке. И дюльдик хоть не приварен, но зато он красивый. Перья здесь также не заведены. К раме как бы много вопросов в том плане, что, ну, она тоже довольно-таки длинная сзади и короткая спереди. Но если мы берем при прочих равных эти два велосипеда, то этот, будучи на тысячу дороже, где-то тысячи на четыре по факту дороже по шатунам и на десять дороже по втулкам. Поэтому Аист ВТФ, к сожалению, остается довольно-таки бесполезным велосипедом, если сравнивать его с действительно, ну, адекватными современными великами. Притом, что этот, ну, он не лишен недостатков, тут много косяков, но по факту, как я уже говорил в видосе, сравнивая с Алиэкспрессом, этот велик реально круче за те же бабки. Ты видел насос? Где насос, Костян? Это насос? Фига себе, как это вообще работает? Выглядит круто. Это колхоз или это реальность? Ну, это колхоз, но это реально. Это реальный колхоз. Так. Значит, я накручиваю, да, и потом включаю компрессор? Да, да, да. Гениально. Компрессор автомобильный. С моего Жигуля. Да, это, то есть, это твоя тема? Нет, это электрончиком я сделал. Кстати, в Юспорте есть ремонт любых электро-велосипедов, в том числе тюнинг, поэтому по ссылке в описании вы не только Хорст Камору найдете, но еще и мастерскую. Вау, просто снимет, это же стиль. Я думаю, нам надо 4 атмосферы, и мы проверим этот руль на прочность. Там справа кое-что поинтереснее. Велосипед Шкода. Короче, 20 банихобов. Давай, стандарт тест. Напогнуть руль. Кстати, да, покрышки свистят. Тормоз никакой. Просто. Нет? Нет, я тебе могу снимать. Да. Дергается вообще не как 22, а дергается как какой-то гигантский дёртовый МТБ. Сука, да что ж такое? Я тянул от души, ребят, я вам честно говорю, я тянул от души. Сейчас я перезатяну и продолжу. Немножко усложним задачу. Слушай, мне кажется, что этот вынос хронически не держит руль. Если я продолжу прыгать с этого крыльца, то он точно уйдет. Да, я не понимаю, гнется руль или нет, поэтому еще немного поусердствую с обычного баника. Мне кажется, у меня получается. Незаметно, но что-то неуловимо изменилось. Продолжим. Блин, ребят, я забыл, когда я последний раз катался на своем велосипеде. Вот так, чтобы от души. Да ешь, кентекот. Что ты будешь делать с ним? Есть способ Арон Рост. Ну, небольшие рабочие царапины. В конце концов, я за него деньги платил, а не мама. Пока не понимаю, надо продолжать. Я знаю одно. По-моему, нифига, да? Ладно, еще немножко. Ладно, такой велосипед не грех и пацанам предложить погонять. Если я не смог его с баника ушатать, дальше можно кататься. У меня очень тяжелая работа. Я катаюсь на плохих велосипедах за вас. Ну что ж, погнуть руль вроде как очевидно не удалось бы ни хопа. Поэтому мы продолжим это в скейт-парке. Но однозначно можно сказать, что вынос, несмотря на то, что он огромный, он не держит руль вообще. Все остальное, ну, типа, обычный, тяжелый, неудобный, почему-то вообще не крутящийся велосипед. Но явно лучше, чем докатлон. Но хуже, чем камора. Ну что ж, ребята, дальше катаемся. Выживет он после катания. Что мы будем дальше? Мы будем решать с вами в следующих видосах. От вас хотелось бы услышать, какой был ваш первый велосипед. Я уже такие вопросы задавал, но хочется, чтобы большее количество зрителей, которые к нам постоянно присоединяются, могли поделиться своими отзывами. Напишите, какая модель и что с ним стало после какого периода катания. То есть там, например, у меня был первый велосипед стелс-навигатор, через год он превратился в старк-шутер, еще через год он был уже NS Capital. Ну и что ломалось? Там повело перья, что-то треснуло или наоборот нетреснуло. И как вы катались? Жестко, не жестко? Ссылка на камору в описании, ссылка на электронный отдел USports тоже там же будет. Мольшое спасибо за внимание. С вами был Антоха Степанов. А из ТВТФ, Беларусь, адекватные люди вас поддерживают. В общем, увидимся, ребята. Пока.